За сутки в Беларуси зарегистрировано 1100 пациентов с COVID-19, выписано 827. В мире цифры тоже обнадеживающие. Сегодня впервые с октября минимальный показатель зараженных за сутки. В Итипской области сегодня профильных пациентов начали принимать Городокское и Меорское ЦРБ. На очереди Шумилинское. Положительная тенденция прослеживается во всех регионах. Репортаж Марии Нормановской. Здесь висела вывеска, красная зона, строго воспрещен вход. А теперь мы можем открыть дверь и зайти в отделение. Елена Гулевич вспоминает, что совсем недавно отделение разделяли специальные шлюзы, а вход в палаты разрешался только при полной экипировке. Сиз, маска, щиток. Так работали и в первую, и во вторую волну пандемии. И сегодня больница вернулась к привычному ритму. Этого момента ждали и медики, и пациенты. Вторая волна, мы больше знали про эту болезнь и были более готовы, работали сплоченно. Участковая служба, которую мы передавали своих пациентов на долечивание, это постоянная связь с нашим фармакологом. Всем необходимым мы были обеспечены с первого дня, были обеспечены и средствами индивидуальной защиты, и лекарствами. Коечного фонда нашего хватало. В городокской ЦРБ в красной зоне работали около 70 специалистов, врачи, медсестры, санитары. Сейчас для пациентов с COVID-19 отведено только одно отделение, инфекционное. При необходимости помощь окажут и в областном центре. Отделения работали немножко с большей нагрузкой, чем в первую волну. То оборудование, которое у нас было, его хватало для бесперебойного оказания экстремии и неотложной медицинской помощи. Из красной зоны больницы выводят поэтапно. Переходить на привычный режим работы позволяет эпидситуация. Положительная тенденция наблюдается по всей стране. Только в Витебской области на этой неделе к приему профильных пациентов вернутся в трех ЦРБ. Также продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции. Лариса Шершнева много лет работает в Максимовском доме-интернате для престарелых и инвалидов. Ответственность огромная, чтобы обезопасить и себя, и пациентов вместе с коллегами прошла иммунизацию. Конечно, это очень нужно. Мы приехали коллективом. Нас осмотрел доктор, подтвердил, что мы здоровы. Отделение урологии и генатологии Могилевской областной больницы. Накануне здесь завершилась дезинфекция и сегодня врачи работают по профилю. Больница номер один тоже с середины этой недели переходит частично на плановую работу. Первыми к этой плановой работе возвращаются отделения травматологии, ортопедии и отделения гинекологии, потому что на сегодняшний день у нас имеется уже необходимость в работе этих отделений в плановом порядке. Продолжается и реабилитация пациентов, которые перенесли ковид в тяжелой форме. Лечебная физкультура, дыхательная гимнастика, скандинавская ходьба. В белорусских здравницах разработаны специальные программы, эффективность которых доказана на практике. Марина Романовская, Василий Фаталиев и Михаил Христофоров. Агентство теленовостей. Германия, середина Низерев.